Партнер программы события Лицкий хлебозавод В эфире Лицкого телевидения информационная программа события. В студии сегодня работает Алексей Вадейко. Здравствуйте! И сразу коротко о главных темах материалов моих коллег. Вопросы есть, и их надо решать. 20 обращений поступили в субботу на прямую телефонную линию в Лиде. Не захотел служить – понесет наказание. В Лицком военкомате прошло выездное заседание суда по факту уклонения от призыва на военную службу. Есть действительно проблема уклонения от службы в армии. Она актуальна, эта проблема. На страже правопорядка и спокойствия граждан. Службе охраны исполнилось 65. Приходилось подниматься ночами и работать. С юмором о судьбе, любви и людских изъянах. Березовка пригласила на первый региональный фестиваль конкурс частушечников улучшить припевка звонка. Мы хотели показать что-то, что есть еще и такой юмор. Поэтому решили провести вот такой фестиваль. А сейчас подробности этих и других тем. Отопление, состояние дорог и уличное освещение. Эти темы были самыми актуальными во время субботней прямой телефонной линии, которую в Лиде провел заместитель председателя райисполкома Виктор Пронюк. За три часа ему поступили 20 обращений. 14 из них были адресованы коммунальщикам. Три вопроса касались отопления в жилых домах. Еще три – сроков проведения капитального ремонта. Два – состояние дорожного покрытия по улицам Куйбышева и Воздушной. Также были жалобы на плохо работающий лифт в доме номер 84 по улице Рыбиновского и негорящий фонарь уличного освещения на Машерово. Жители дома 4Б по улице Шубина просили спилить растущие рядом с домом деревья, а проживающие по улице 3 Куйбышева ограничить по ней поток машин. Жители улицы Генерала Беды интересовались, будут ли оборудованы здесь тротуары, а улицы Свердлова – как после реконструкции будут расположены остановочные пункты и как будет установлено уличное освещение. В ходе прямой телефонной линии дозвонившиеся просили Виктора Пронюка дать разъяснение по начислению оплаты за водоснабжение. Четыре звонка из Детвянского, Тарновского, Дворищанского и Круповского сельсоветов затрагивали дорожную проблему в сельской местности. Из древней Янцевича и Детвянского сельсовета поступил звонок по поводу доставки баллона производственным управлением «Лидогаз». На этой неделе в субботу прямую телефонную линию в Лиде проведет председатель райисполкома Михаил Карпович. Со своими вопросами жители нашего региона могут обращаться к нему с 9 до 12 часов по номеру 52-42-43. К другим темам. Один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания учреждения открытого типа. Такой приговор был вынесен 27-летнему литчанину, который при проведении призывной кампании в феврале-мая этого года уклонялся от призыва на военную службу. Последнюю повестку из военкомата он получил в конце весны, накануне своего 27-летия. Однако служить молодой человек и не думал, поэтому проигнорировал требование явиться на медицинскую комиссию. Документ, подтверждающий уважительную причину неявки, он не предоставил. В результате по факту уклонения от мероприятий призыва на воинскую службу в отношении данного литчанина было возбуждено уголовное дело. 25 октября в военном комиссариате Литского района состоялся суд. Заседание было открытым, на него были приглашены призывники, которые в ноябре отправятся в воинские части. «Есть действительно проблема уклонения от службы в армии, она актуальна, это проблема только за истекший год, за 10 месяцев еще не прошло этого года. 8 уголовных дел рассмотрено за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу. Это действительно проблема призывников, проблема военкоматов, решать ее действительно надо. Наказания различные, вплоть до лишения свободы. Зависит от того, что за личность, какой обвиняемый, характеристика личности, как долго он уклонялся, в каком возрасте, вот данное дело очень примечательное, что он уклонялся уже, едва ли достигнув возраста 27 лет, он понимал, что в дальнейшем он в армию служить не пойдет, если он затянет срок призыва. Собственно, вот эти его действия, виновные, которые признаны судом, они и не позволили призывной комиссии принять решение о его призыве. Он понимает, что он больше служить не будет. Хотя есть ситуации, когда люди осуждаются в более молодом возрасте, но затем в дальнейшем, отбывая даже наказания, наказания различные, опять же повторюсь, это может быть ограничение свободы, с направлением, без направления, лишение свободы, есть там санкции предусматривают и штраф и так далее. Но потом, в последующем, эти внями могут быть призваны и отдать еще долг Родине. Поэтому это надо тоже учитывать и понимать. Этой осенью отправка молодого пополнения в воинские части в Беларуси пройдет с 9 по 24 ноября. Из Лицкого военкомата на срочную военную службу будут отправлены 217 новобранцев. Департаменту охраны МВД Беларуси 65. Эта служба была образована 29 октября 1952 года. В целях улучшения организации охраны хозяйственных объектов, министерств и ведомств из ведомственной охраны, промышленности, строительства и других отраслей народного хозяйства было принято решение высвободить работников, из которых и была учреждена новая служба. В числе первых подразделений охраны, созданных на территории Гродненской области, была Лицкая. Лицкий отдел департамента охраны Министерства внутренних справ Беларуси был створен в 1952 году. С того часа прошло не одно десяти год, но задача его не изменилась. Оховывать державную и особистую моемость от злочинцев. Правда, сегодня у распоряжения супрацовников отдела охраны самые существенные сроки. С момента своего образования Департамент охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь стоит на защите интересов государства и граждан от преступных посягательств, являясь неотъемлемой частью системы органов внутренних дел. На современном этапе развития Лицкий отдел охраны, в состав которого с 2010 года входит ИСК отделение, несет ответственность за сохранность имущества более чем на двух тысячах охраняемых объектов. Со своими задачами Лицкий отдел департамента Оховы справляется. Суместно с милицией, что год яны раскрывают сотни злочинствов – и экономичных, и криминальных. Только селета, супрацовники роты милиции разом с супрацовниками отдела внутренних справ на территории Лицкого района допомогли раскрыть 75 злочинствов и затримали каля 1800 особ за административные правопорушения. Улику опошняху основным были распяте спиртных напитков в громадских местах, тропезные хулиганства и порушения правил дорожного руха. До того же, супрацовники Лицкого отдела Оховы не допустили в этом году ни одного крадежа из объектов, которые находятся под их Оховой. Деятельность роты милиции Лицкого отдела Департамента охраны направлена на обеспечение общественного порядка в зонах постов и маршрутов патрулирования, обеспечение сохранности имущества, материальных ценностей юридических и физических лиц на основе заключенных договоров, раскрытие преступлений в зоне реагирования постов и маршрутов патрулирования. Андрей Яскель у службы Оховы 18 годов. Начинал милиционером группы затримания у Минском отделе Оховы. После переезда в Лиду служил милиционером-водителем. Сегодня он – наместник командира роты милиции. У его подначале не каля 80 человек. Усеянный с гонором, говорит Андрей Яскель, профессионалы своей справы. В любой ситуации им гненно зареагуют и примут ответные меры. До речи за сутки экипажи Оховы робят 5-6 выездов по сигналах тревоги, которые поступают за объекты, что находятся на их Охове. Сотрудник милиции, проходящий службу в роте милиции лицкого отдела охраны, должен, конечно же, иметь хорошую спортивную форму, подготовку, также знание нормативных документов, позволяющих ему исполнять свои обязанности в части задержания правонарушителей либо лиц, совершивших уголовное преступление. К тому же милиционер-кинолог, несущий службу со служебной собакой, конечно же, должен уметь обращаться с ней. Рота милиции выходит в склад отделения милицейской, военизованной и воортовой Оховы. И если тут основным все зависит от человека, то в отделении сродков и систем Оховы на первом месте техника. Его супрацовники занимаются Оховой разных объектов, квартир и домов. У их працу требуется постоянно укоронять инновации, иначе злочинцы смогут сделать свою черную справу. Еще 20 лет тому сигнал приходил на пульт кирования за одну-полторы хвилины, а сегодня уже за 10-15 секунд. Чем хороша техническая служба? Потому что здесь не застоишься на месте. Здесь надо все время совершенствоваться. Потому что техника совершенствуется, естественно, надо и самому совершенствоваться. В технической службе не просидишь всю деятельность на одном месте. Если каждый не будет совершенствоваться, то он просто не сможет, через год, через полтора, он просто не сможет работать. Не глядяши на все инновации, техника все-таки может давать сбои, хотя такое бывает и вельми редко. Шастей заусеная ее працу уплывая на дворье, но и в выпадку, когда оно погаршается, объекты не застаются без Оховы. Тут на допомогу приходят люди. Бывало всякое, когда какие-то погодные условия, гроза или что, техника выходила со строя, но приходилось подниматься и ночами, и работать. Юбилейная дата Департамента Оховы все лето выпала на неделю. Но это не значит, что с на годы свято супрацовники службы Оховы покинули свои працованные места. Яны, как и что день, находились и на боевым посту. Супрацовники Жлицкого отдела Департамента Оховы в этот день заробили 16 выездов по сигнале тревоги, раскрыли одно злошинство и затремали 7 правопорушальников. Припевка «Звонкая» звучала в Березовке. Региональный фестиваль-конкурс собрал в городе у Немана любителей частушек. Кроме хозяев музыкального форума на сцену выходили гости из агрогородков Крупова и Гончары. Все они подняли настроение зрителям и нашей съемочной группе. Ни один праздник в Березовке не обходится без частушек. Их поют и на городской сцене, и в семейном кругу. Такая любовь земляков к народному творчеству подтолкнула работников Березовского дома культуры к проведению фестиваля конкурса «Частушечников». На реализацию идеи ушло около полугода. Однако организаторы музыкального праздника надеются, что это мероприятие станет в Березовке традиционным. Ни один праздник не проходит, мы знаем, у нас без частушек. Это наше народное, наше родное. И хотелось как-то вот это вывести в люди. Поэтому и создала у нас эта идея, этого фестиваля-конкурса, именно «Гучить припевка «Звонкая». Мы надеемся, что это станет доброй традицией. Если сейчас чуть поменьше участников, мы надеемся, что люди откликнутся дальше, что будут готовиться. В любом случае, мы уже сейчас благодарны всем нашим участникам. Мы рады, атмосфера такая добрая, домашняя, замечательная. Поэтому мы надеемся, что наш конкурс-фестиваль будет продолжаться. На участие в первом фестивале конкурса «Частушечников» было подано 11 заявок. Большинство из них поступило от березовчан. Также исполнить частушки перед зрительской аудиторией решили самодеятельные артисты из агрогородков Крупова и Гончары. Во время фестиваля конкурса звучали частушки на разные темы. Кто-то пел о любви и дружбе, кто-то о семье и взаимоотношениях, а кто-то о человеческих качествах и злободневных проблемах. Кстати, исполняли их частушечники разных поколений. Одним было за 80, другим в районе 50, третьим около 30, а самым юным артистам не было и 10 лет. Мы хотели вообще возродить это влияние частушки в нашей жизни, потому что как-то уже молодежь современная, она уже больше ушла в стендапы, комедий, клабы и все остальное. У них немножко юмор другой. А мы хотели показать что-то, что есть еще и такой юмор. Поэтому решили провести вот такой фестиваль. Самой старшей конкурсанткой была жительница агрогородка Крупова Янина Рудская. Ей 90 лет. В Березовке Янина Яновна исполняла частушки своей молодости. С тех пор прошло не одно десятилетие, а она помнит их, как будто только вчера собиралась вечерами с подругами и часами пела. Вечеринки были, сбирались, и пели девки. Танцевали, пели. Неколь уж не было концертов, а просто гармонисты. Ходили, брали на вечерки, кудели, тоже пели. Пройдем, пройдем, идем потанцуем, попеем частушки, песни, обратно пойдем работать. Янина Рудская на фестивале конкурса частушечников выступала в номинации «Солист». Именно эта номинация была самой многочисленной. На победу здесь претендовали семь исполнителей. А вот номинации «Дуэт» и «Ансамбль» были не настолько многочисленными. В каждой из них заявлено по двое конкурсантов. Ансамбль Гончарского дома культуры представил на суд жюри частушки своей местности. Его выступления зал принимал очень хорошо, ведь в том, что исполнял коллектив, были и юмор, и глубокий смысл. У нас у сюда есть припевки новые, и сучасные, и старые в запасе. Если сейчас печки, лавочки на штуке организовались, так мы пошли припевки спевать. И вот оттуда здесь что-то берем. У основного у нас про Беларусь, про наш народ. Ну, жарты, вязковые, про похудание, про диеты. Это наша жизнь все. Народу так тяжко жить. А мы своим смехом, своим вот таким высмеиванием, жартами, ну, помогаем им трошки веселее жить. Солисты вокального кружка Березовского городского дома культуры Ольга Барушевская и Регина Ващила выступали в номинации «Дуэт». Они, в отличие от других конкурсантов, исполняли не чужие частушки, а собственного сочинения. Перед выходом на сцену волновались, как примет зал, после выступления переживали, какие оценки поставит жюри. Мы надеемся, что мы выступили хорошо, мы старались, мы, думаю, развеселили публику. Мы пели припевки, которые сами сочинились с нашим руководителем. Мы пели припевки про Березовку, про веселых девчат, про веселых хлопцев, ну, и какие мы вельми пригожие. Первый фестиваль-конкурс частушечников получился не очень многочисленным, но весьма разноплановым. Номера участников не были похожи друг на друга. У каждого была своя изюминка. У кого-то в тексте, у кого-то в музыке, а у кого-то в манере исполнения. Чтобы спеть частушку, не обязательно заканчивайте поступать в консерваторию. Если нет в душе того, что требует частушка при ее исполнении, то тогда, конечно, как бы ты ни старался, не получится спеть частушку. Мы сегодня увидели очень талантливых, очень ярких участников, которые действительно достойны наград, сегодняшних побед. И мы надеемся, что этот конкурс будет и в следующем году, и он будет более региональный, то есть будут съезжаться из соседних районов к нам, и будет частушка жива. Фестиваль-конкурс частушечников, уверены работники Березовского дома культуры, станет их традиционным мероприятием, которое будет проводиться ежегодно и со временем соберет не один десяток участников, каждый из которых будет мечтать о фестивальной награде. В этом же году победителем в номинации «Солист» стала березовчанка Софья Гриневич, а Янина Рудская из агрогородка Крупова получила диплом второй степени. В номинации «Дуэт» членов жюри особо впечатлило выступление работниц Березовского городского дома культуры Ольги Барушевской и Регины Ващила. В номинации «Ансамбль» жюри отметила и детский ансамбль частушечников первой березовской школы, и ансамбль Гончарского дома культуры. Однако с пустыми руками не отправились домой и остальные конкурсанты. Всем им были вручены сувениры. Да и зрители в качестве подарка получили полтора часа положительных эмоций. На завтра по Гродненской области объявлен оранжевый уровень опасности. Во вторник синоптики прогнозируют в регионе сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20, а местами и 22 метров в секунду. По их словам, завтра, как и сегодня, на территории Беларуси будет господствовать циклон Гервард. В целом же на этой неделе по стране ожидаются дожди и мокрый снег. В конце выпуска спортивной новости 1-1 с таким счетом завершилась пятничная встреча футбольного клуба «Лида» и Микошевичского «Гранита». После 28 матчей чемпионат Беларуси в первой лиге «Лида» занимает 13 место в турнирной таблице. Следующая игра у нее намечена на субботу, 4 ноября. Соперник «Минский луч». А вот мини-футбольный клуб «Лицельмаш» в субботу праздновал победу. В девятом туре чемпионата страны высшей лиги он обыграл гомельскую команду ВРЗ на домашней площадке 2-1. Оба наших мяча в ворот соперника отправил Павел Роговик. Трио лидеров в турнирной таблице осталось неизменным. Впереди столица, за ней форта и «Лицельмаш». У всех команд по 23 очка. «Тяжелейший матч сегодня предстоял. Нам, во-первых, давят. И то, что мы после не очень хорошей игры с охраной потеряли очки. Поэтому сегодня нужно было три очка Кров бизнесу. Я благодарен ребятам. Я скажу, болельщики, которые до конца верили в нас, поддерживали до последней секунды. Вот это вот наш болельщик сегодня доказал, почему нужно играть всегда в плей-оффе и иметь свою площадку. Спасибо им большое и спасибо большое ребятам». Следующий матч у «Лицельмаша» в выходные. Конкретно день еще не определен. В гостях он будет играть с брестским аматором. В субботу на домашнем льду играл хоккейный клуб «Лида». В гости к нему приезжал Могилев. Рыцари на этот раз оказались весьма негостеприимными. Они выиграли свой матч чемпионата Беларуси в экстралиге со счетом 7-1. После этой встречи «Лида» восьмая. В субботу на домашнем льду играл хоккейный клуб «Лида». В гости к нему приезжал Могилев. Рыцари на этот раз оказались весьма негостеприимными. Они выиграли свой матч чемпионата Беларуси в экстралиге со счетом 7-1. После этой встречи «Лида» восьмая в турнирной таблице. 12 медалей привезли лечане с третьего республиканского открытого фестиваля закаливания и зимнего плавания «Белгард Оупен», который проходил в Минске. Наш регион представляли шесть пловцов из клуба зимнего плавания «Белые львы». Егор Рукович, Александр Шершин, Евгений Дедуль, Никита Горбель, Олег Жигала и Юлия Шарич. Они завоевали восемь серебряных медалей, в том числе и в эстафете на 25 метров вольным стилем и четыре бронзовые. Сейчас лечане готовятся к первому этапу Кубка мира по зимнему плаванию, который пройдет 3 и 4 ноября в Латвии. И у меня на сегодня все. Хорошего вечера. Партнер программы «События» Лицкий хлебозавод Всегда ароматная и свежая продукция, выпеченная с любовью по традиционным и новым рецептам. Лицкий хлебозавод Испокон веков хлеб считался проявлением мудрости народной, красоты и здоровья. Сегодня Лицкий хлебозавод радует вас свежим и румяным хлебом, ароматной выпечкой, необычайно вкусными тортами. Мы заботимся о качестве своей продукции, поэтому используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты. Лицкий хлеб Выпечен с любовью.